Добрый день, добрый день, доброе утро! Примечательный день для истории нашего города. Именно сегодня, 28 ноября, в наш город приехали легенды, поистине легенды российского советского футбола. И вятского футбола, что очень важно. И сегодня можно будет встретиться с ними в библиотеке Минигерцена в 17.30. Это товарищеская встреча ветеранов вятского футбола. И, собственно, этих ветеранов мы представлять сейчас будем. Будем представлять. Просто хочу объяснить, почему сегодня все-таки такая... Этот год вообще очень важный для вятского футбола. Здесь красивая очень дата, 60 лет назад. Впервые наша команда выступила в профессиональном, скажем так, первенстве России. В первенстве СССР по футболу в классе Б. Это было 60 лет назад. И вот это в этом году исполняется. Поэтому вот эта дата, она обусловила приезд, скажем, наших ветеранов и нашу тему нашего разговора. Итак, мы с большим удовольствием приветствуем в нашей студии, во-первых, Валерия Урина, чемпион СССР в составе Динамо Москва, игрок сборной Советского Союза Валерий Григорьевич. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Поближе к микрофону, пожалуйста. Добрый день. Да. Леонид Прибыловский, чемпион России по футболу. Капитан команды Динамо Киров в 50-е, 60-е годы прошлого века. Леонид Павлович, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Георгиевич Козловских, чемпион России в составе «Звезда Пермь» и Динамо Киров. И лучший бомбардир клуба Динамо Киров за всю историю его существования. Вот так вот. Добрый день. Как чувствуете? Как живы-здоровы? Как добрались? Прекрасно, прекрасно. Встретились с городом нашей молодости. Ну, в настоящее время вы все в Москве проживаете? В общем, да. Да. В Москве, в столице. Ну, и спасибо большое за то, что организовали приезд в наш город. Во-первых, это Евгений Душкин, куратор проекта «Они играли за Динамо». Евгений Алексеевич, снова приветствуем вас. Добрый день. Здрасте. И с нами еще Олег Цаава, президент Кировской региональной общественной организации Федерации футбола «Вятка». Добрый день. Евгений Алексеевич, сразу первый вопрос. Что за программа пребывания «Легенд футбола» у нас? Что будет? У нас программа насыщенная. Мы встречаемся, ну, ясно, что в 11 часов мы здесь у вас в гостях. Очень благодарны вам за это, что вы входите в наши интересы и пропагандируете наш любимый вид спорта – футбол. Затем в 14 часов будет пресс-конференция со средствами массовой информации – это спорт павильона «Динамо». В 15 часов будут встречи с руководством спортивного общества «Динамо» и ветеранами футбола, которые играли с нашими уважаемыми коллегами. Также там пройдёт награждение юных футболистов и, естественно, наших приглашённых гостей. Награждение? Да. В 17.30 соберутся болельщики в литературной гостинице в Герценке. Там будет очень интересная встреча, будет фильм показан о нашем футболе. Фильм поподробнее расскажите вам. Фильм будет показан, значит, фильм будет на основе нашего проекта «Они играли за «Динамо». Значит, больше речь будет идти в этом фильме о том человеке, который вывел из любительского футбола в профессиональный футбол – это Александр Андреевич Келлер, заслуженный тренер СССР. Это фильм «Воспоминания» или что? Или фильм «Хроника» там какая-то будет присутствовать? Это подготовка к изданию фото-журнала, фотокниги к 95-летию общества «Динамо», которая будет в следующем году, в апреле месяце. Так что мы поставим всех. Тем самым начинаете готовиться. На следующий день приглашена футбольная бригада, футбольная команда в город Слободской, где по местам былой славы Валерий Урин расскажет, как он там рос в годы войны, где работал, где учился. Будет очень интересная программа. Там нас ждут очень. Ну, 30-го года по погибшим, по местам захоронений, посетим места захоронений, футболисты, которыми играли родственников. Вот вся программа. Три дня мы будем находиться. Ну, с какими эмоциями вы, уважаемые спортсмены, мастера спорта по футболу, приехали в наш город? Ну, вы сказали уже, что город нашей молодости. Какие впечатления вот сейчас от города получили, приехав сегодня? Ну, первые впечатления, конечно, очень разнообразные. Город изменился, город разросся, город и вверх, и вширь. Но это город нашей молодости, город, с которым связана наша молодость, город, с которым мы выросли как спортсмены, как футболисты. И очень много воспоминаний. Много знакомых. Какие-то вот места, которые еще сохранились, связанные с вашей молодостью, так сказать, которые еще не перезастроились? Мы еще не успели везде побывать. Мы, можно сказать, с корабля на бал, сразу к вам. Вот-вот буквально вы приехали. Но в планах, конечно, посетить те места, с которыми у нас связана наша спортивная молодость. Все-таки вот мы говорим о том, что 60 лет назад клуб «Динамо» вышел в класс «Б». Вот как бы сейчас люди немножко скептически говорят, ну что класс «Б», да? Не класс «ЖА», там, не высшая же лига, ничто. Что тогда из себя представлял класс «Б»? С кем бились? Тогда мы сразу попали под жернова таких команд. Мы когда прочитали состав группы, в которой мы будем выступать, мы вообще ахнули. состав «Средняя Азия», «Пахтагур-Ташкент», «Кайрат-Алмата», «Душанбе», «Фрунзе», «Ашхабад», «Закавказье», «Спартак-Ереван», «Невчи-Баку», «Адон-Белиси», «Торпеда-Кутаиси». Это такие гиганты были в футболе, и мы, коллектив физкультуры. В Советском Союзе уже была как бы класс «А» вполне, сплошная команда оттуда, лучшая команда Союза. Лучшие республики футбольные, да. И наш коллектив физкультуры Нерава Киров первый год сразу попал под такие команды. Ну, Александр Андреевич Кейлер сумел и собрать, и подготовить команду, и мы сразу более-менее на равных стали сражаться с этими коллективами. Мы, как говорится, были не мальчиками для битья, а, в общем, на равных с ними начали сражаться. А там можно ли вспомнить, с каким счетом матчи проходили вот с этими мастодонтами? Ну, я затрудняюсь сказать. Я помню, что мы не выиграли. По-моему, мы одну ничью сделали с торпедцами Кутаиси здесь. Ну, одно Тбилиси, это вторая команда в Грузии была, Спартак Ереван, Нефчибаку. С такими корифеями они сильнейшими составами сюда приезжали. И надо сказать, что они в очень упорной борьбе выигрывали у нас. И все время говорили о том, что они столкнулись с очень такой перспективной молодой командой здесь, в Кирове. Ну, вот сейчас, когда говорят, что клуб может выйти в новый дивизион, говорят, нужно очень много денег, нужно покупать много футболистов. Тогда как вы готовились? Я не понял, я не думаю, что вы кого-то покупали сюда, в Динамо Киров. Мы не покупали. Александр Андреевич сделал хитрый ход очень. Он у нас молодых ребят, выпускников футболистской школы Москвы. Он сразу нас пригласил 5 человек, 5 или 6 человек. И мы сразу влились в этот коллектив и сразу стали готовиться к чемпионату Советского Союза. Ну, ему так удалось скомпоновать. И, кстати, местный коллектив, такое ядро местное, и нас, молодежь, добавить туда. Но самое главное, я до сих пор помню, как 60 лет назад мы поехали на первые свои сборы. Мы уехали из Кирова в конце января, в начале февраля. Мы уехали на сборы отсюда на полгода. А куда? Мы уехали в Солнечный Узбекистан. Нам так рассказывали, какие у нас будут сборы. Мы начали собираться заранее, плавки готовить. Приехали в Узбекистан, нас поселили под Ташкентом в санатории МВД. В летней домике. А там в это время, в феврале, от 0 до плюс 2. Днем плюс 5-6. И мы вот в таких очень сложных погодных условиях проводили свою первую подготовку. То есть плавки, похоже, не пригодились. Но потом-то пригодились, раз там полгода были. Мы уехали. В Кирове были сугробы высшего роста. Приехали. Здесь уже весна была. К 1 мая мы вернулись. Здесь уже... Листья на деревьях. Мы нас полгода не было здесь, в Кирове. У меня до сих пор самые воспоминания острые остались от первого года пребывания в команде. А выход в класс Б за счет чего он был? Что выиграли? Это уже Валерий Григорьевич расскажет. Я предлагаю сделать небольшой перерывчик. Буквально 30 секунд. Маленькая пауза. И потом продолжим. С легендарными футболистами сегодня общаемся в нашей студии. Мастера спорта по футболу. Валерий Урин, Леонид Прибыловский, Александр Козловских. С нами также Евгений Душкин и Олег Цаава. Мы уже осветили, собственно, те мероприятия, которые будут проходить с участием спортсменов, ветеранов спорта. Валерий Григорьевич, вас хочется спросить, вы как оказались в кировском футболе и что предшествовало попаданию в первенство класса Б? Что выиграли? Получается, что-то выиграли? Выиграли почти все, когда Александр Андреевич Келлер собрал команду. Он собрал команду из ветеранов кировского футбола и молодежи, перспективной молодежи, которые, так сказать, он видел, что они дадут какой-то результат. И команда получила сплав молодежи и опытных игроков. И никто не ожидал от нас тоже, так же, как вот там, где играл в следующее поколение, что так будут играть здорово. И мы обыгрались. Тогда очень была сильная команда в Кирове-Чепецке. Там приехали ребята из Ленинграда. И они, так сказать, хотели вятских хлопцев растоптать, потому что, мол, что это вятские ребята, кто они такие? Но у нас очень получилось здорово, потому что Александр Андреевич, надо ему сказать, он хороший тактик, хороший мотиватор, хороший, так сказать, как учитель и друг. Потому что собрать в то время команду, еще сделать из нее играющую команду, это очень было трудно. Он собрал нас, и мы, так сказать, воплотили мечту его в жизни, потому что полный стадион, народ пошел. Игры были очень интересные. У нас подъехал Вершов Виктор, легенда вятского, так сказать, футбола, который служил в армии. У нас закончил служить и вернулся в Киров. — Демобилизовался? — Да, демобилизовался. С ним приехали Пономарев, еще один полузащитник, Кадин такой, вратарь. И команда была очень сильная, так, по тому времени, потому что те, кто приезжал к нам в то время, Пермь, Свердловск и так далее, не ожидали, что Вячище так здорово играет. У меня получилось, как я ведь, собственно говоря, играл во дворе всю жизнь, так сказать, занимался. — Вы родились в Свердловске? — Нет, я из Свердловска, но в связи с тем, что отца нашего в 1937 году посадили, нас соскали сюда, в Киров, а потом мы переехали в город Слободской, когда он вернулся в 1941 году. — Вернулся и его отправили работать, реабилитировали и отправили работать в Слободской, в горком партии. И, так сказать, сознательную жизнь футболиста я начал, конечно, там, в Слободском, потому что там не было спортшкол, там были школы просто, играли между школами и так далее, и тому подобное. — То есть ребята собирались во дворе? — Да, во дворе и все. — Во дворах, на пустырях, на полянах, на любых. — Да, конечно. Из школы на школу. Ходили, вот я помню, у нас была сборная. В Слободской делился Хлыновка, не Хлыновка, центральная часть города и Демьянка. И вот эти три района между собой конфликтовали, играли. Ну, подраться, естественно, друг на друга и так далее. — Во время мочи и в районах, это понятно, все, да, это счастливо. Так вот так и было, да. — Но самое интересное, что в Слободской приехал после ранения Целичев такой, и он в моей школе, в которой я учился, номер семь, организовал ребят. Он, во-первых, поставил военную подготовку, потому что все же хотели быть военными. — Это какой год был? — Это был 43-й. — 43-й год. — 43-й. Вот, и он очень здорово поставил всю подготовку. Мы бегали на лыжах, играли в хоккей, занимались борьбой, боксом, гимнастикой, то есть всеми видами спорта. Потому что в Слободском был дворец спорта, так если его назвать, в старой церкви. Все сходились, и делать нечего, вечерами все там занимались и так далее и тому подобное. — Я поясню, вы ведь совсем мальчишка еще были, вам 9 лет было, 9-10. Надо пояснить, что Валерию Григорьевичу в августе этого года 83 исполнилось. Вот она, спортивная закалка. — Совершенно случайно. — Так, продолжайте. — Вот, и мы приехали в сборную города как раз играть на перец области. Играли в спортивной школе, здесь была создана молодежь, в которой играл, кстати, Валерий Михайлович Свинцов. Он был маленького такого роста, но очень техничный. И все говорят, дай ему по ногам, что он там крутит вверх. И мы очень здорово сыграли. И Киллер, видимо, меня заметил просто. Я даже не... Потом я пошел работать в 50-м году. Пошел работать на фанерный комбинат и стал играть уже за взрослых. За взрослую команду. Ну, мы тоже... Хорошая у нас была команда, молодая такая, интересная. И потом меня начали брать в армию. И отправили в Макарьи прыгать с парашютом в десантные войска. Я был старостой группы. Это тогда еще у вас Осаави Ахим был или Досавов? Нет, Досавов был, по-моему. Досавов был, да. Ну, я совершенно спокойно прыгаю с парашютом, готовлюсь в армию. И вдруг меня вызывает командир части, чьи фамилии до сих пор помню. И говорит, ты что наделал? Я говорю, я ничего не наделал. Я говорю, неделю уже здесь готовлюсь к прыжкам и все такое. Тебя вызывают в КГБ. Но я сразу подумал, что, может быть, из-за отца. Думаю, ну, отец работает, все нормально. И, как сейчас помню, 5 марта я в валенках, в сапогах, вернее, в ватных брюках, в ватнике, в шапки-ушанки отправился, в солдатский ремень отправился в КГБ. Ну, а вы знаете, если КГБ где был? Да. А против была милиция. Ну, здесь же, ой, там же, где и сейчас. Там, я не знаю, сейчас. На улице Ленина? Да. Ну, да. Ну, в милицию захожу, говорю, так и так меня вызывают. Это, говорит, не сюда, на пути, а напротив. Я пришел туда. Я говорю, а так и так? Такая фамилия? Да, такая. Ну, заходи, тебя ждут. Захожу, внутрь, если вы были, там, внутрь, там, огромная лестница такая. Довелось? Довелось, да. Сейчас, слава богу, нет. Довелось. Мы уже в начале 80-х там по этим лестницам пройтись. Стоит человек, одет красиво, так, костюм, галстук, значит, стоит, смотрит на меня так. Говорит, ты Урин? Да, я говорю, я Урин. Ну, пойдем. Ну, думаю, все, приехал. Допрыгался. Ну, сели, он говорит, в футбол хочешь играть? Я говорю, да, хочу, конечно. Он говорит, вот собирается команда. Келлера слышал такого? Ну, я слышал, что, Александр Ильич. Я говорю, слышал. Вот он собирает команду. Динава, она будет играть на первенце области, потом дальше так. Будешь играть? Буду. Стратегическую важную задачу тебе даем, да? Да. Я говорю, я же прыгаю с парашютом, я говорю, готовлюсь. Это не твоя забота. Езжай, через неделю мы тебя вызовем. Ну, вот я пришел, докладываю этому, чижу так и так. Он говорит, ну, ладно, допрыгаешь, там все что угодно. Ну, вот представь, в КГБ это представь, даже сейчас это слово такое вызывает у многих ужасов. В 50-е годы тебя вызывают в КГБ, и ты не знаешь, зачем ты туда идешь, и тебе там предлагают играть в футбол. И вернешься ли ты оттуда вообще, да? Тебе предлагают играть в футбол. Надо, наверное, отдать должное Александру Андреевичу, потому что он дошел выходы, как через... Ну, короче говоря, я вернулся домой, мне через неделю вызов, говорит, приезжай в Киров. Я уволился с фанерного комбината и приехал сюда. Сразу меня поселили под трибуны стадиона, там исчезли ребята. Там общежитие было. Там не общежитие было. Напоминает какую-то такую секретную команду, сейчас соберем и для выполнения... Ну, это же все-таки динамо общества, ты извиняешь. Общество силовой структуры всегда было, поэтому ничего удивительного. Ну, вот, началась моя, так сказать, футбольная жизнь в Кировском Динамо. Уже профессиональная, можно сказать, да. Да, конечно, профессиональная. Потому что меня сначала... Я был слесарем на стадионе, затем меня устроили учеником шофера в КГБ как раз. То есть официально в должности спортсмен-футболист не было такой? Не было. То есть как-то рабочая должна была быть специальность, да? Да, любитель. У нас не было официально профессионального этого футбола. Не было только любительства. Не было абсолютно никого, да. Вот. И началась игровая, так сказать, жизнь. Мы очень здорово выступали на ЦС Динамо. И где-то в 1953 году мы были в Грозном, играли на ЦС Динамо. Меня заметил семичастный Михаил Васильевич, знаменитый игрок Московского Динамо. Да, легендарный, совершенно человек. А он работал зампредседателя Центрального Совета Московского Динамо. И меня вызвали в Москву. Причем, надо сказать, Александру Ильичу большое спасибо, что он... Там где-то месяц не было вызова, и он месяц со мной волновался, почему не вызывает. И потом пришел вызов, и я 3 января 1954 года оказался в Москве, в Московском Динамо. Александр Андреевич понимал, что вам нужно дальше расти, развиваться, да? И он вас не держал здесь на месте? Наверное, потому что я сам этого просто не понимал, потому что мне было комфортно здесь в Кирове. Команда играла. Мы были дружны с Ершовым, Шулятьевым, с Борняковым. Вот с Васей очень дружили у нас. Такая была компания, сплав молодости и взрослых товарищей. Ну, Валерий Григорьевич, в Москве-то, однако, вы тоже там попали в хороший коллектив-то, надо сказать. Да, конечно, я попал. Там же самое в то время было, ну, не знаю, такого, как сейчас Динамо, тогда даже представить себе нельзя было. Да, конечно. Я попал, конечно. Динамо Москва, да. Да, тех лет. Что же это? Одного Льва Яшина вспомнить только. Вы же играли с ним? А как же, да. Ну, вот. Там был такой момент, когда первая тренировка, там на стадионе Динамо есть корт, теннисный корт, сейчас он торпищево принадлежит. И там тренировались зимой динамовцы. И вот первый раз меня вытащили туда, значит, пришли, оделся я, стою в общей шеренге. И все эти знаменитости, они уже дважды чемпионами были, 54-55 год. И нас несколько человек, меня, Леша Мамыкин, знаете такого, да, Има Шиповалов из Воронежа. Нас вывели так и представили. Но приняли нас очень радушно и все такое прочее. Ну, как, молодых привезли, не повеселились там немножко по этому поводу, нет? Ничего, нормально все было? Повеселились. Там был самый смешной случай, когда начали играть двухсторонние. А там играл Соколов такой, Александр, очень хороший игрок, Саша Соколов был капитаном команды. Ну, это он такой худенький, маленький, а я здоровый был, накачанный. И там мяч верхом, и я разлетаюсь в него. Он упал, и я говорю, откуда этого гада взяли? На меня. Мы потом смеялись, потом подружились с ним, правда. Вот работали я комсоргом, когда, по-моему, был избран командой. А он как раз партийский, был партор команды. Решали партийные дела с ним. А вообще много ли спортсменов с похожим на ваш путь, вот чтобы из Кирова, из Кировского, из Слободского попасть в столичную команду? Много таких вообще спортсменов? Ну, вот Федосов Генри, во-первых, из Перми. Потом Дима Шиповалов. Потом Володя Беляев из Нальчика. Мы жили все в общежитии. Потом Глотов пришел из Тамбова. То есть такое движение было, да, вот как бы из областей Москвы? Ну, здесь надо вспомнить и Кировчанина, Юрия Вшевцева. Юра вырос здесь у нас в нашей команде, и попала Московская «Динамо», так что дорога была протоптана. Ну, я хочу добавить Валерию Георгиевичу, что рассказать, пару слов сказать об Александре Андреевичу Келлере. Он обладал даром предвидения. И самое главное, он доверял молодым. Мы мальчишками в 19 лет приехали, еще, можно сказать, ничего себе не представляли. А он уже где-то что-то у нас заметил, где-то что-то увидел, что мы сможем вырасти в этой профессии и стать хорошими мастерами. А мы первые шаги здесь сделали, в Кирове. И я Кирову и Келлеру очень благодарен за это. Потому что не всегда поддерживает молодых. А он так готовил нас, что мы мальчишками сразу влились и стали сражаться со взрослыми мужиками. Он так нас всю зиму готовил здесь, к первому нашего чемпионату. И я до сих пор ему благодарен за это, что он поверил в нас, молодых, и дал нам дорогу в спорте. Давайте сейчас сделаем небольшую рекламную паузу. Скоро продолжим. Продолжается наш спортивный футбольный эфир. Мастера спорта по футболу, звезды футбола отечественного у нас в студии. Валерий Урин, Леонид Прибыловский, Александр Козловских. Евгений Душкин, Олег Цава тоже с нами. До Александра Георгиевича дошла все-таки. Да, постепенно можно микрофончик потихоньку подвинуть, потому что так немножко уже другая эпоха. Напоминайте историю своего прихода. Сейчас наступила моя очередь. Так и в футболе так было, да? У вас тоже очередь потихоньку прихода. Да, так же. Так получилось, что в этом году у меня исполнился тоже свой юбилей. Ровно 50 лет назад я впервые вышел за команду «Динамо». Это 12 августа было. Мне тогда было 17 лет всего лишь, только что исполнилось недавно. Это как бы ваша первая такая... Да, самая первая игра была, и потом уже все. Это в Кирове было? Да. Ну, а же два периода в Кирове было? Два периода, да. Сначала и потом... Когда я получал первые шаги в футболе, что вот обучался как раз футболу. Тогда как раз вот упомянутый здесь Валерий Михайлович Свинцов. Он тогда меня поверил. При помощи же Евгения Душкина тоже. Так, Евгений Душкин справа. Да, я немножко наработал. Меня поверили, и вот я играл в составе, и набрался сил, и потом уже... Это получается в 67-м год, да? Да, в 67-м году я первый в Европе велел. Скорее всего, я вас видел. Потому что тогда не промочили ни одного матча, конечно. Ты что, ты тогда стоял, всегда полон был. Мне запомнился первый матч, что когда мы играли же тогда в первенстве Союза среди юношей, там как-то все легко получалось. А вот когда вышел с командой мастеров, уже со взрослыми... А кто первый попался на вашем пути? Какой соперник был? Нижний Тагил. Нижний Тагил. Мы тогда сыграли 0-0. Просто я провел весь матч, но почувствовал, насколько взрослый футбол отличается от детского и юношеского футбола. Потому что я уже бежать никого обогнать не мог. Обыграть тоже тяжело. То есть, больше скорости, больше прессин. Да, да, и весь силовой. Другой уровень игрок, да. Ну и так, уже потом постепенно подключали к играм команды в этом сезоне. И с 1 января 1968 года я был в команде. Когда первый гол забили за «Динамо»? Первый гол я забил не сразу. Потому что начался сезон 1968 года. И где-то я уже в команде помыл с игрой Оренбурга. Уже игра четвертая или пятая была в сезоне, тогда только забил. Первый матч я еще начал. Мы играли в Салавате. Первый матч начал в запасе. И в атрон-тайме вышел. И уже с того момента, после этого уже был в основном составе. Я просто хочу напомнить, что Александр Козловский, я уже говорил, лучший бомбардир за всю историю «Динамо». А почему я спросил, когда же он это начал, пристрелку-то? Нет, и в этот же сезон я забил сразу 20 мячей в этом сезоне и стал сразу лучшим бомбардиром команды. И сразу же вроде бы устанял рекорд, что никто в это время не забивал по 20 мячей за сезон. Ну, как-то отметило тогда руководство этой команды? Да никак, это уже просто. Премия какая-то, награда. Нет, это ничего не так особенного. Ну, на следующий год мы уже выступили, команда наша более успешно выступила. Мы заняли третье место в зоне, участвовали в переходных играх. И, видимо, там меня заметили, и меня начали приглашать уже во все команды. И с начале 70-го года, с первой жизни, ну, января, я перешел в Пермь. Потому что, ну, просто хотелось поиграть выше, попробовать дальше идти. То есть звезда Пермская, она участвовала в более высоком дивизионе? Ну, просто они играли, уже была в то время создана первая лига, и они играли в первой лиге. Нет, даже не в первой, они были во второй лиге тоже, во второй лиге, я понял. Просто мы в другой зоне были немного. Ну, ну, как говорится, там были задачи большие, той команды еще выше. И там опять тоже сразу же в первый сезон опять забил 20 мячей. Магическая цифра. Да, такая цифра, что в первый же сезон опять 20 мячей забил. И снова лучший бомбардер. Да, и снова лучший бомбардер команды. А на следующий год мы уже стали чемпионом из зоны, тоже выиграли зону. И вышли в первую лигу. Когда я там в Перми провел, в первой лиге отыграли первый сезон, начали уже второй сезон в Перми, в первой лиге. И тренер ко мне подошел и говорит, что давай готовься, после сезона я тебя советую, уже ты перерос в первую лигу, тебя будут сейчас приглашать все равно. Поэтому я тебе советую, езжай в Ленинград. Он сам был, Самарин там играл и просто советую туда тоже тебе ехать. У меня уже была договоренность с Ленинградом все. И в это время все планы нарушил ЦСКА. Они приехали и меня прямо с базы собрали и увезли в ЦСКА. Ну все-таки тоже военное ведомство, это сильное ведомство, да? У них всегда преимущество в этом плане было насчет игроков так себе взять. Я в то время служил в армии, поэтому они просто меня перевели туда служить. И вот так я остался в ЦСКА. Ну самое знаменитое было ваше период, когда вы вернулись второй раз уже в Динамо, да? И Динамо переживало подъем, и тут еще и бомбардир подъехал. Да, там так получилось, что у меня была травма. Это уже в 80-е были? Нет, это конец 70-х, по-моему, да? Конец 70-х. Да, в 78-м году я был в Ростове и там на сборах получал травму. И практически год не играл. И уже хотел заканчивать. И попался в Киров, приехал в гости, их с меня же здесь родные, все друзья. Был в Кирове и уже уезжал в Москву и встретил на вокзале Ерофеева. Это наш тоже воспитание кировское, он играл в Воротах. И он доработал тренером в Тюмени. И он говорит, а чем занимаюсь? Я говорю, да я вроде уже заканчиваю играть в футбол. Он говорит, поехали со мной. Если не будешь играть, то будешь мне помогать как тренер. Или, может быть, у тебя получится, ты будешь тогда играть снова. И вот у меня в Тюмени снова я обостановился от травмы, видимо, там игра снова пошла. И к нам приехали. И на следующий год, уже на второй год пребывания в Тюмени, мы оказались в одной зоне с Динамо Киров. И была команда игра с Динамо Киров. И в этой игре я сам гол забил и заработал пенальти. Второй мяч мы обыграли Динамо в Сэп. И после этого Овчинникова Чернозова меня вызвали. Там прямо в Тюмени и говорят, давай возвращайся в Киров. У нас задачи большие. Я говорю, у меня уже возраст, вроде, куда я буду играть. 30 лет уже. Они говорят, ничего, там еще поиграешь. И что, мы к тебе двигатель приделали. Там как раз задачи ставились большие перед командой Киров. И вот так я оказался снова в Кирове. Остается у нас буквально 3-4 минуты до завершения нашей беседы. Все-таки не можем вашим профессиональным мнением подинтересоваться. Поклонники, любители футбола очень переживают, что в этом году произошло с Кировским Динамо. Вы в курсе, да? Да. Перестал все-таки быть профессиональной командой, любительская лига. Очень верно. Как оцениваете вот это произошедшее, Леонид Павлович? Ну, я искренне жалею, что угасает спортивная, футбольная жизнь в Кирове. Киров не заслуживает этого. Киров спортивный город. Всю жизнь он был спортивным городом. Вот 60 лет прошло с тех пор, как я первые шаги сделал в Кирове. У меня самые теплые воспоминания о городе. Это город моей спортивной молодости. Тут такая спортивная жизнь кипела в Кирове, что сейчас просто трудно представить, что этот слабый огонек скоро может погаснуть. Надо предпринять все усилия к тому, чтобы восстановить команду, восстановить спортивную славу города Кирова, в том числе и футбольную. Валерий Григорьевич, прокомментируйте поближе, пожалуйста. Микрофончик дайте, пожалуйста. Микрофон, да. Абсолютно согласен с Леонидом, потому что по роду своей деятельности я работаю в детской спортивной школе 25 лет. Угасание просто чувствуется в нашем детском футболе. Вот Саша тоже работает, он знает, о чем я говорю. А в чем угасание? Что значит угасание? Это очень большая... Интерес снижается, меньше там. Во-первых, неправильная методика подготовки. Во-вторых, система, которая взята на вооружение, это играть с 8 лет на кубки различные, то есть играть на очки и прочее. Это не дает того уровня мастерства, которое должно быть у ребят. И поэтому все, что творится в различных областях, это убивает. Потому что приезжают ребят, привозят, я знаю, сколько привозят ребят в различные академии, там Спартак, Динамо и прочее. И идет страшный отсев. И все равно не могут найти то направление, которое должно быть. Это в целом для России такая характерная ситуация, да? Да, конечно. Не для конкретного какого-то города. Всей России. А в маленьких городах вообще идет страшный завал, потому что нет руководителей, которые болели бы за футбол. Как только вы помните... Вернее, руководители есть, но они не болели. Они не болели, да. Они не болели, да, конечно. Но Мазуренко ничего бы в Кирове не было. Давно уже говорит об этом. Ну, это как бы и все болельщики так же точно говорят. Да, конечно. Потому что вот генерал решил, он своего добился, и это было вообще, не знаю, время какого-то расцвета. Нет, ну давайте возьмем даже наших президентов. Ельцин любил теннис, пожалуйста, теннис процветал. Сейчас наш президент любит хоккей, хоккей процветает. Ну, будем ждать президента, который любит футбол. Да, конечно, надо искать президента. Чемпионат мира на носу. Надо снова возвращаться лицом, поворачиваться к футболу. Александр Георгиевич, присоединитесь к сказанным коллегам. Конечно, очень печально, что Киров оказался без футбольной команды. Потому что Киров, насколько мне кажется, всегда был... Там еще не столько фамилий назвали людей, которые с Кирова ушли. Славился всегда Киров футбольными традициями. И очень много воспитанников и кировского футбола играют по стране. Потому что так вот ездишь, тоже встречаешь. Много ребят, которые вышли, вот именно воспитывались в Кирове. И поэтому, если вот это все угаснет, конечно, жалко. Так, у нас завершается время нашего разговора. Первая половина дневного разворота. Евгений Алексеевич, давайте еще раз напоминаем, где можно встретиться сегодня будет. Так, сегодня можно встретиться в 14 часов в спортпавильоне «Динамо». Наши гости примут участие в пресс-конференции. Со средствами массовой информации. В 15 часов будут встречи с руководством общества «Динамо». Также будут встречи с ветеранами, которые играли, с нашими друзьями. И будут награждения юных футболистов и наших гостей. Ну и в 17.30, да? Наши герцинки. Герцинки, литературная гостиная. Да, литературная гостиная на первом этаже. Встреча с болельщиками. Спасибо большое вам. Успехов, здоровья, хорошего настроения, заряда бодрости. Спасибо, Валерий Урин, Леонид Сприбыловский, Александр Козловских, Евгений Душкин и Олег Цава. Всего доброго. Сейчас новости. И мы вернемся с Николаем через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин